Субтитры сделал DimaTorzok 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 как бы адекватно указывать проблему предоставлять максимум имеющейся информации об аккаунте даты регистрации если не помнишь это можно узнать как то что где был зарегистрирован нокаут что сам варгейминг может узнать где зарегистрирован нокаут да естественно поэтому если подобная информация предоставляется нам есть чем сравнить убедиться пишет нам владелец регистратор аккаунта или человек регистрации отношения не имеющий а вот смотри место регистрации имеется ввиду город по IP адресу да хотя бы город адрес и номер квартиры нас не интересует ну да то многие мне кажется сочтут это больше как за какой то именно адрес то есть там я не знаю ну а смотришь все географии место то есть чем больше информации об аккаунте тем быстрее будет идентифицирована личность того человека кто пишет все верно ну после написания заявки центра поддержки естественно она рассматривается принимает соответствующие меры то есть если серия аккаунта или какие-либо факты на это указывают имеют место быть аккаунт блокируется дабы дать собственно регистранту время вернуть свою почту проверить компьютер на ну на наличие там вирусов вот очиститься чтобы повторного не было такого же угона аккаунта правильно да да все верно а при блокировке аккаунта какие-то потери бывают в аккаунте то есть или он просто блокируется без потерь танков и так далее и так далее то есть каких-то таких моментов ну если злоумышленник не успел напакостить на аккаунт да то он блокируется без потери каких-либо какой-либо техники танкистов оборудования за исключением собственно премиум аккаунта он действует в реальном времени и с момента приобретения и даже на время блокировки он не переостанавливается а крыша танки племенные но он же не портится ну да ничего ж от этого не бывает ну да то есть смотри если все таки злоумышленник продает какие-либо танки то как вопрос тогда решается а чаще всего для этого и крадется аккаунт для того чтобы либо напакостить да то есть продать танк либо продать потом аккаунт но продать аккаунт все таки тяжело потому что его можно вернуть или заблокировать если докажут что что ты настоящий хозяин а вот именно продать напакостить можно всегда то есть я думаю это основная цель какого-то взлома аккаунта вот например парень если бросил можно на зло ему продать все его танки да можно если и не бросил парень просто на зло продать все танки ну да ну просто просто он меня просто меня не любит ну да я думаю что может быть да он любит свой kv5 больше зачем мне девушка если у меня есть истин ну да он все время в танки играет а я продам его танки в общем если факт подтвержден то ну используя внутренние инструменты мы устанавливаем состояние игрового аккаунта на момент секундочку выстрел на момент собственно утери контроля а восстанавливается вся техника все оборудование имеющиеся на аккаунте там игровое золото кредиты а к сожалению в настоящее время не восстанавливаются только скиллы танкистов а вот почему так с чем это связано если не секрет ну это давно известный факт то есть ну вот меня тоже все время вызывал вопрос почему именно так то есть механика этого или неизвестно тебе все секреты мне известно но все время хотелось бы озвучивать ага понятно хорошо но в будущем это возможно будет что будут восстанавливаться скиллы танкисты или нет очень на это надеемся но это связано с какой то механикой в движке игры правильно или с механикой в базе данных да ну с серверной части данных совместно Дмитрий у вас вопрос а если злоумышленники привязали аккаунт к телефону и пароль сменили то как в этой ситуации поступать ну опять же писать писать заявку в центр поддержки предоставлять данные по регистрации мы можем проследить с какого адреса по региону была существована привязка а вояку в свободной форме написать в каком плане типа ааа украли аккаунт или добрый день уважаемый wargaming.net спешу сообщить а там кражи аккаунт да ну то есть если пишет школьник там вот что в 12 лет в заявке потеряв контроль над аккаунтом пытаясь неверный пароль что делать более подробно описать ситуацию правильно то есть постараться раскрыть как то ситуацию а не просто там ааа украли что украли портсигар отечественный три штуки да а как долго рассматривают заявку ну в настоящее время в связи с наплывом так скажем заявок время именно по утере контроля доходит до 7 дней да то есть до того как дойдет очередь до этой заявки ааа после того как сотрудник начал рассматривать заявку то буквально через 20 минут будет принято адекватное верное решение и предоставлено соответствующей инструкции пользователя в заявке в ответ на реплай да что делать и собственно что было уже сделано с аккаунтом а как если ты не можешь зайти со своего аккаунта как написать саппорт для этого существует два варианта первый вариант в принципе что не возбраняется это создать твинг написать с него заявку в которой указать собственно эмэйл аккаунт которому террин контроль либо пытается авторизоваться на сайте центроподдержки после так скажем неудачной авторизации неудачной авторизации на сайте на сайте на сайте на сайте неудачной 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 авторизации на сайте на сайте на сайте неудачной авторизации неудачной авторизации вы не сможете неудачной 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 авторизации авторизации восьмого справа справа авторизации 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 при нем прими урон от него прими езжай вперед принимаю урон пусть они называют главное чтобы играл увлеклись боем да просто да спасибо тебе они это большое что ты делаешь нет это ты просто меня подперла и у меня тернулся прицел когда ты меня подперла это все физика виноват да все физика виноват это конечно шестой класс да поэтому друзья если вы пишете в саппорт постарайтесь все это сформулировать в одном сообщении и отослать с двинка да и не поднимайте заявку да не пишите еще дополнительно не расставляйте запятые если вы вдруг не пропустили одну запятую вы увидели что вы пропустили одну запятую старайтесь этого не делать просто а еще маленький момент как раз на эту тему после создания заявки нынешний интерфейс позволяет пользователю менять ее статус ну в частности отменить заявку закрыть заявку ну будьте внимательны когда нажимаете на кнопки ну это так скажем либо отсрочить либо не помешает рассмотрению заявки на скорейшем да то есть если вы что то что то нажимаете не торопитесь опять же главное не торопиться потому что поверьте если злоумышленник захотел продать ваши танки он продал их в первую секунду получения контроля над аккаунтом вот а если он не хотел продавать ваши танки а там я не знаю ну просто так решил пошутить над вами или вдруг может такое случиться что вы просто напросто забыли пароль бывает такое да и вы можете забыть пароль я думаю что много да таких наверное заявок когда человек просто забыл пароль и пишет что я потерял контроль над аккаунтом и так далее и так далее то есть что то в этом маяне да это первая мысль которая приходит в голову то есть у меня меня взломали у меня все потеряно спасите помогите вот ну то есть меньше паникуйте если вы потеряли пароль понятно что ну не то что потеряли а забыли или бывает такое что вы много раз подключались к серверу он вам написал что сессия автологина завершена и собственно сбрасывает вам пароль а вы бах и вы не помните не знаете точно что вы писали и так далее надо из-за этого поднимать панику просто напишите в саппорт дождитесь ответа и все будет хорошо первое что надо сделать в этом случае это воспользоваться интерфейсом на портале по восстановлению пароля да ну опять же таки если это не помогает вы не помните там каких-то контрольных вопросов и ряда ряда всего то тогда уже только через тех поддержку все верно так ну что давайте какой-нибудь следующий танчик давайте вот правда если нет у нас давайте еще раз на них же прокатимся давайте а там понравилось убивать на этом танке Дмитрий а как же таки защитить учетную запись ну как минимум лазит по сомнительным ресурсам заходить сомнительные группы в соцсетях и собственно осознать для себя что слово халява в танках неуместны ну и естественно в настоящее время перевязать аккаунт к мобильному телефону защитить почту ее так же можно перевязать к телефону антивирусную поставить на компьютер вот тут быстренько спрашивают по поводу привязки к айпи адресу будет она или нет ну рассматриваем такой вариант ну сейчас вряд ли это реализуемо особенно на территории постсоветском постсоветском потому что существуют такие называемые мобильные провайдеры которые шарят айпи адреса по территории всей россии да ну так для информации это называется даже не по россии а наверное существует по городу например большинство провайдеров используют белые айпи адреса да то бишь они видятся с внешней сети но эти адреса выдаются рандомно после подключения то есть вы подключились еще раз к интернету и у вас появился другой айпи адрес тот который свободен в данный момент в пуле айпи адресов вот поэтому как бы у вас есть возможность привязать к мобильному телефону это я думаю более надежно потому что допустим меня пытались ломать не один раз ну там не буду говорить сколько ну много могу сказать так и постоянная смска приходит на телефон и все и дальше у злоумышленника нет выхода даже если он имеет контроль над моей почтой и даже если он имеет контроль над танками да то он не может сменить пароль собственно да и не может зайти да то есть не может запустить восстановление пароля через почту так как ему нужно подтверждение через мобильный телефон а собственно мобильный телефон к мобильному телефону доступа естественно он иметь не сможет я говорю за исключением там если у вас допустим девушка имеет доступ к мобильному телефону или там какие-то родственники или друзья тогда да но тут уже вопрос вашей личной безопасности то есть постарайтесь никому не давать и свой мобильный телефон и не давать возможность в нем покопаться как говорится а если кому-то был привязан неверный номер телефона что значит неверный ну ты не знаю ошибки одну цифру подтверждение приходит ты не можешь привязать неверный номер телефона тебе приходит просьба о подтверждении номера телефона из утром и под номером смс ну и собственно если не ввел его тогда шансов никаких то в течение 24 часов произойдет автоматический сброс и появится снова появится возможность привязать аккаунт уже верно номер телефона и опять же если вдруг ваш номер телефона поменялся то есть такое тоже может быть и вы хотите привязать к другому то собственно вам стоит просто один раз в месяц это можно сделать и вам стоит не торопиться а просто теперь привязать к другому номеру телефона просто не делать это постоянно процедура есть не ошибаюсь возможно раз в месяц правильно не более трех раз в течение полугода не чаще раза вниз вот так поэтому мне кажется что если вы меняете номер телефона не думаю что кто-то меняет номер телефона чаще чем раз в месяц и плюс еще и три раза за полгода домой какие ну знаешь тогда зачем привязывать к такому номеру телефона если ты его будешь менять постоянно поэтому тут все логично если подтвердил а потом поменял номер телефона только сейчас ответил на вопрос по этому поводу если у меня устойчивый айпи то как то можно ли это сделать опять же если вводить какую-то функцию то вводить ее для всех а соответственно многие люди начнут привязывать на нестабильный айпи и будет не очень хорошо поэтому пока как говорится мы не придем какому-то стабильному айпи адресу у каждого компьютера до тех пор я думаю что привязки к айпи не будет если вдруг захотели ну гипотетически допускаем что появилась подобный функционал да возможность такая вы привязали к айпичнику и решили у друга в танки зайти да все у друга вы не зайдете в компьютерном клубе вы не зайдете я вам больше скажу даже там с любого но любое другое место в котором вы будете вы не сможете зайти иногда даже просто представьте вам меняет провайдера ip adres ну просто вот на что провайдер может менять ip adres сам тогда когда ему захочется то есть по своему пулу там по свободным опять и сам только если у вас конечно не привязанный за деньги опять адрес ну и соответственно вы не сможете зайти в танки а потом будете писать в саппорт и так далее я думаю что поддержки телефона достаточно вполне достаточно для того чтобы обезопасить аккаунт еще бы операции с танками производились при поддержке это планируется вот то есть допустим я хочу продать премиумный танк или просто продать танк смс к подтверждение на телефон в настоящее время опять же рассматривается но не так что будет реализовано а это с чем связано то есть это связано со сложностью именно самого сервиса или то есть я понимаю что танки продаются часто но хотя бы танки от восьмого уровня ну хоть что-то сделать или танки десятого уровня премиумные танки все-таки за премиумные танки выплачиваются определенные деньги именно реальные деньги не какая-то там игровая валюта именно реальные деньги и наверное может сервис будет оправдывать себя если пройдена так скажем первая ступень обороны и аккаунт каким-то чудом не привязан к мобильному телефону да то только пользователь сам себе злобный буратино не хочет защитить свой аккаунт если злоумышленник уже получил доступ к игровому аккаунту авторизовался на нем то во-первых не факт что будет будет продана какая-либо техника и собственно защищаться надо было раньше поможет не поможет данный функционал в защите игрового имущества тем более что центр поддержки может его восстановить мне на телефон приходит в аргумент какой-то код активации все время что делать я не восстанавливал пароль премиум технику не продавал смотри тебе не обращать на это внимание нужно как не обращать тебе нужно подумать у кого может быть контроль над твоим аккаунтом потому что кто-то пытается его сменить твой пароль и поэтому приходит тебе смс да мы победили причем так на урон нанесли ну а не нанесла при смене пароля не требуется подтверждение даже если проведена привязка к телефону ты не прав цирилл или кирилл я не знаю как правильно читается к сожалению твой ник она требуется а возможно ли создать новый аккаунт и перенести танки со старого аккаунта на новый и вследствие после переноса удалить старый аккаунт возможно ли это как-нибудь ну это невозможно единственная цель которую следует пользоваться давая подобные вопросы создавая подобные заявки это обнулить свою не очень приятную статистику и нагибать прям совсем что есть на аккаунт по-новому да кстати про обнуление статистики будет ли это когда-нибудь везено не в курсе не буду друзья озвучили вам то что вы наверняка не хотите слышать но для меня это приятно я считаю что обнуление статистики не должно быть вот что он просит еще кстати обнуление статистики на отдельных танках например вот такого тоже скорее всего не будет потому что танки меняют свой балансный вес свои технические характеристики и так далее и так далее поэтому будет статистику хотите свежую статистику создать второй аккаунт выключите там этот танк и попробуйте на нем что-то сделать будет ли возможность смены никогда она будет возможно в этом месяце есть вероятность что в патче 085 084 вот да это феврале будет ставить это будет 2 2 с половиной тысячи золотых монеток так что если вам хочется прям так сильно поменять никнейм то возможность у вас такая появится опять-таки пока неизвестно будет ли это какое-то ограниченное количество раз или можно будет менять сколько сколько золото как говорится у тебя в кошельке думаю менять можно будет не режешь перезагрузку ну перезагрузки сервера так оно происходит каждый день поэтому правильно же каждый раз сервер уходит на техническую перезагрузку ну даже если не каждый день то на форуме у нас расписание всех периферий на центр нет танки перенести нельзя человек говорит что не услышал ответ нет танки нельзя будет перевести а по поводу смены ника но это в большинстве сейчас онлайн игр практикуются если просто личное мнение я допустим против смены ников на что у каждого игрока история должна быть определенная но плюс это не то чтобы за мотивирует продавать аккаунты но это даст дополнительную возможность продажи аккаунта то есть ты прокачал кому-то технику под любым аккаунтом а потом предлагаешь этот аккаунт кому-то и отдаешь ему полный контроль над аккаунтом помимо и имеющие почты и телефон но это можно не привязывать к телефону почту можно создать любую я думаю человеку который покупает аккаунт неважно на какой почте будет играть вот я не имею ввиду кражу аккаунтов я имею ввиду продажи именно то есть когда человек конкретно прокачивать технику и собственно потом но это во всех играх онлайновых это это есть и как бы я думаю что при возможности смены ника в танках это будет и увеличится количество людей я не имею ввиду что она она может и не сильно увеличится но она увеличится в любом случае потому что раньше все таки не охота была играть под никнеймом серёжа 838 например да а если вы иван 939 правильно но сейчас есть будет возможность это изменить поэтому продавать ак нельзя бандают до продавать ак нельзя бандают если это выясняется еще раз говорю как это выяснить подумайте сами выяснить почти невозможно если вы знаете почту вы знаете пароль и окража аккаунта вы не заявляете то есть привязка к мобильному телефону не осуществляется на прокачанном аккаунте все и он привязывается к тому человеку которому вы продаете дмитрий а вот что делать если случайно продал танк купить который нет возможности в настоящее время существует возможность единоразово вернуть любую случайно проданных танков но опять же как и говорил ранее мы не восстанавливаем экипаж ну для возвращения да необходимо опять же обратиться в центр поддержки в соответствующий раздел написать заявку что несомненно ускорит ее рассмотрение выполнив определенные условия там будет возвращен в ангар это включая касается и премиум танков правильно естественно вот поэтому вы можете вернуть даже своего китайца которого вы со злости продали написав саппорт изложил грамотно проблему и все маленькое уточнение это касается исключительно премиум эксклюзивных танков то есть обычный танк вернуть не получится обычный танк можно купить за внутриигровой кредиты поэтому мы не занимаемся тем более экипаж на нем не возвращается поэтому смысла большого в этом нет по поводу акции на 23 февраля это мы без гостя поговорим ребят когда у нас будет уже такой стрим когда мы будем просто общаться с вами так вот тут был еще хороший вопрос не его пропустил по поводу того что ты сможешь обмануть wargaming сказать что у тебя были какие-то танки а сейчас их нет и что у тебя взломали аккаунт и так далее поверь мне все про проверяется есть база данных и как бы но это это глупо по моему будет просто и все есть полная логия если на на игровом аккаунте с момента регистрации не советую заниматься подобными мошенническими действиями пишет человек просто ё-моё так это возможно тетрарх вернуть расскажите подробнее какой информации нужно писать заявки изложи просто свою проблему своими словами но постарайся объяснить что у тебя был танк ты его продал в сердцах или я не знаю или просто продал потому что подумал что на нем будет неинтересно играть данный момент хочешь его вернуть все я думаю что этого достаточно будет маленькое дополнение по поводу тетрарх прочих очень низкоуровневых танков как я говорил ранее мы можем вернуть один раз до бой случайно проданный эксклюзивный акционный премиум танк прежде чем писать заявку подобного толка задумайтесь что он заражили вернуть вернуть тетрарх которого получили бесплатно или высокоуровневый премиум танк за который вы заплатили собственные деньги да по поводу китайцы серебро если не ошибаюсь отберут у тебя которая за китайца а китайцы вернут если продал китайцы серебро отберут там по моему миллион сто должно быть полтора миллиона серебра должно быть и собственно и свободный слот да и свободный слот в ангаре поэтому тетрарх я думаю что стоит подумать возвращать его вообще или нет если какая-то в этом какой-то плюс в этом тетрархи а если нет серебра на счету на фарм в чем проблема ты же получил серебро за проданный танк правильно ты хочешь его вернуть это называется бартер хочешь танк ты же получил за него серебро верни серебро а то так понимаешь как то странно получится очень интересный коммент как-то по пьяни продал типа после того как он не пробил арту теперь буду возвращать друзья играйте здравом уме и трезвой память а сколько раз можно устанавливать акс украденной техникой ну смотри если тебя постоянно крадут аккаунт я думаю что тебе его после второго раза уже будет тяжело восстановить но после первого раза восстановления тебя еще раз украли аккаунт еще раз украли аккаунт и еще раз украли аккаунт то подумай может быть стоит что-то сделать что у тебя не крали аккаунт нежели постоянно его устанавливать я же не думаю что это не знаю какие-то телепаты у тебя его крадут даже не знаю что тут делать просто 4 артиллерии куда мы сейчас не поехали мы везде будем трупами там на воде стоит е-50 и мы просто не проедем вперед там три а ты и куча танков подожжим 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 насколько стима стоит от игры техническая задержка у нас на стриме где-то приблизительно до 10 секунд иногда до 30 и зависит от вашего интернета у нас задержки не выставлено никакой то есть трим идет прямом эфире господи ну давайте уже атакуйте нас 157 кстати справа можем здесь поехать самом деле проехать потому что тут вот они уже сами дмитрий а что такое бонус код и где его можно получить бонус код ну вот научным языком буквально цифровой набор символов да который можно получить за участие в различных акциях и рентах а либо на секундочку лезет на нас е-50 а купить его можно будет? единственный способ приобретения бонус кода это с каким-либо журналом я не знаю с диском но опять же о наличии кода и его бонус который собственно этот код предоставляет всегда написано на обложке просто я знаю вконтакте есть различные группы с продажей бонусов бонусы авторитетно заявляют все до единой группы являются мошенническим призванным причем они даже просят меня распиарить и группы ну ты на них заяви и забанят я думаю сзади у нас кстати танк из восьмой поехали сзади убьем я 50 долго подыматься тут будет и я торты получил просто целей тоже нет опять же по поводу еще раз вот на каждый стрим заявляем об этом еще раз вам скажем что ребята нету никаких читов на танки нету читов на танки нету каких то читов на золото на я не знаю а даже у рэдов ты же знаешь с какими читами я играю я всех убиваю у меня чит на убийство всего подряд всего что движется а ты что ред я не ред но я скачал их читы вот опять не попадает арта просто это нечто танки уничтожили ну без шансов как собственно было сказано в начале в 3 акции в всех соц сетях их всего несколько в них очень большое количество подписчиков они как там 500 человек да и собственно бонус-ходы и танки тем более за деньги там никогда не раздаются а еще знаешь знаешь это есть такая штука я как раньше было разводик такой с телефонами с телефонными симками да там тоже там я проработал в мегафоне 10 лет и они меня кинули я обозлился на них и у меня есть супер секретная информация так же и здесь то есть да там если вам кто-то говорит что я работал в г до этого там у меня есть супер коды на танки на золото еще на что-то то не видитесь на это вот есть группы да которые насчитывают довольно таки крупные цифры вот допустим официальная группа world of tanks которая вконтакте в ней 943 тысячи подписчиков и она является официальной и все что в ней публикуется конкурсы акции розыгрыши и все что угодно она является правда и никакого развода в этом нет соответственно есть еще также группы которые тот же вот life например да которым все про трансляции там тоже никаких разводов нет и все розыгрыши какие-то и акции которые проходят в этих группах тоже являются подлинными поэтому друзья не ведитесь на всякие разводы на какие-то на какую-то халяву и на возможность чего-то там вот поверьте потом просто либо аккаунт не восстановите через поддержку потому что у вас его заберут там настолько окончательно что продадут все танки и так далее и вы просто будете очень долго с этим маяться вот либо просто-напросто вы ничего не получите и заплатите человеку там какие-то деньги за какие-нибудь там мифические смс или что-то подобное вот есть опять же баги игры которые за которые банят но на данный момент в игре нет багов которые не вычисляются там почти моментально любое использование багов игры она очень быстро вычисляется и большинство багов игре не несет игровых преимуществ в принципе вот а те которые несут они очень быстро вычисляются и за это происходит перманентный бан аккаунта с не возвращением премиумной техники с не возвращением ничего то есть если вас забанили перманентно за использование багов игры то вы назад не получите не премиумную технику не аккаунт ничего это все прописано в соглашении которое вы читаете вначале при входе игру в игру каждый патч давайте уже отчет сейчас давайте я просто хотел досмотреть супербой там у нас 71 тащит давайте дальше поедем ну что на девятках мы как-то неудачно съездили на девятках может быть все таки китаец мне поможет более удачно прокатиться на девятке давайте еще раз что относится к багам много мелких вещей ну например даже когда ты попадаешь под камень и умираешь то есть ты врезаешься в камень и умираешь это баг об этом можно заявить в техподдержку как бы естественно какие то такие моменты когда танк взлетает да ну много видели наверное видео когда танк взлетает врезаясь в какое то мелкое препятствие танк подлетает в воздух это баг игрового преимущества это не дает потому что после падения да танк 100% умирает но как бы использование этого за это не банят это баг в игре это можно заявить если вы такое нашли место можно заявить саппорт написать том что я нашел вот такой то игровой баг кстати по моему раньше даже за это давалось какое то вознаграждение в голде если не ошибаюсь я вот не знаю сейчас насчет этого ты не в курсе дим есть что то такое ну как только появляется серьезный баг то в индивидуальном порядке принимается решение то есть если пользователь действительно помог своим сообщениям и соответственно баг направлен к сиропчикам то может быть принято положительное решение о начислении какой какой либо голды но но в силу массовости нашей аудитории да очень много репостов и собственно те же самые сообщения идут что я баг нашел на самом деле баг найден уже два месяца назад был и он на стадии исправления находится да да ну опять же друзья все в любом случае в ваших руках я думаю что если вы хотите сделать игру лучше то стоит отправлять какие то сообщения о багах и сообщения о каких то неисправностях в игре будь то известные баги опять же такие места они не всегда известны все именно вот дима расскажи нам где можно и где нельзя покупать игровое золото ну игровое золото можно покупать исключительно на портале holdofhanks.ru ну либо на соответствующем регионе то есть на официальных порталах да если вы играете в европе то там EU соответственно если вы хотите на европейском сервере приобрести золото то были такие люди которые создавали на европейском аккаунте играли на Европе ну у меня просто знакомый из Литвы и он играл на Европе и каким то образом положил на российском сервере и потом говорил как что мне делать я говорю слушай ну я ничем тебе помочь не могу я говорю ты не туда положил ну что же такое как же так ну довольно сложно на самом деле ошибиться между Европой и ну российским реалмом там абсолютно разные интервью интерфейсы выполнения счет игрового аккаунта но надо еще постараться это надо постараться ну люди люди стараются на самом деле причем человек с Литвы играл с российского IP адреса то есть российский IP-шник был через практику и ему выдавал российский сайт он говорит а я что то говорит я же понимаю по-русски ну думал что не знаю говорит функция появилась ты хотя бы думал когда ты заходил что там язык не английский стоит ну на самом деле всех способов вполне счета игрового аккаунта всю информацию да можно найти в соответствующем разделе на портале там описаны как способы так и инструкции и собственно партнеры то есть наши агрегаторы через которых осуществляется подвижение а правда еще есть места где можно купить золото подешевле наверное я разочарую кого то но таких мест нет наивных курс собственно единицы игрового золота ну в общем внутриигровой валюты золота в танках определен еще с момента релиза в 2010 году составляет собственно 250 золотых золота в любом случае никогда ни разу если вы просмотрите всю историю проекта не было никаких скидок максимум что было это дополнительные бонусы получаемые подкежу и опять же вся информация публикуется в соответствующих новостях на официальном портале да это допустим если да что ж такое если вас ну через кого то вы покупаете игровое золото там ческих либо партнеров то они иногда устраивают акции и там по моему если ошибаюсь 10 процентов бывает иногда скидка про это имел ввиду ну не скидка бонусы 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 да да сейчас по моему проходит акция при покупке вы получаете 10 процентов бонусы будут ли вводить children режим для тех у кого дети четырех-пяти лет хотят в танки покататься а как ты себе это видишь children режим матфильтр введен что 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 еще должно быть введено в children режиме я честно не представляю как честно говоря тоже слабо себя представляют но возможно какие то меры будут приняты но отключение чата например или или я просто честно я не понимаю как что что нужно именно для children режима игра адаптирована в принципе для ребенка любого возраста потому что я думаю что никакого контента как сказать способного нанести вред его психике в игре не присутствует танки стреляют друг друга никакой крови нету есть только красивые взрывы и так далее и так далее и так далее опять же если стоит матфильтр в чате то это избавит от какого-то матов но опять же таки мат можно писать через пробелы и так далее и тому подобное но я думаю что если у ребенка есть доступ в интернет то мат можно найти всегда то есть в этом плане ты никак ребенка не избавишь но опять же очень редко бывает я честно я вижу там раз 100-150 боев какое-то матное слово которое написано через пробелы или через какие-то нижние подчеркивания и так далее вот в основном это звездочки 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 вот и если у тебя включен матфильтр то даже название карты хребет дракона у тебя будет звездочкой ну так скажем ну так скажем впускать четырех пятилетних детей в танке это сугубо вот там что собственно по воле родителей сами должны оценивать адекватность и собственно принимать верное решение у нас рекомендуемый возраст минимум 12 лет да собственно это написано когда вы запускаете игру если не ошибаюсь да да где можно и где нельзя покупать премиумную технику ну премиумную технику можно купить только в двух местах ладно в трех местах первое это клиенте игры во внутриигровом магазине второе это премиум магазин на официальном портале опять же необходима авторизация это чтобы приобрести какой-либо танк и третье на нашем на сайте нашего магазина сувениров с подарочными изданиями ну так же можно выиграть премиумные танки то есть приобретение это один вопрос можно выиграть опять же акции только в официальных группах и ну на портале вот последняя акция была да да на самом портале поэтому премиумный танк на самом деле не так сложно получить если у вас есть на это желание а еще и финансовая возможность так это вообще спрашивают про то что про детей вот это то что попадать они будут в песочницу в какую-то там и с ботами будут бегать и прыгать но это все таки онлайн рпгшка онлайн онлайн поэтому здесь играют люди ботов говорили что не будет да и слишком сложно как сказать воспроизвести поведение ботов именно в таком масштабе потому что это ну невозможно как ты как ты предложишь действовать танку в определенных ситуациях это будет очень тяжело по поводу попадания в песочницу и так первые уровни танков попадают в песочницу играть можно как угодно вот я тут спрашивают уже я тут с вами в бой попал тогда я голду получу у тебя уже спрашивают да ну ты напиши что внимательно слушаю условия стрима и вот если вы победили опять же вы получите голду в течение недели если вы если они убили и мы даже если мы победили и они убили то вы голду не получите получит тот кто что ее убил получит он полторы тысячи золота ну я думаю это достаточно да так ну что десятки опять попробуем наверное девятки десятки ну на девятках мы поиграли уже два раза что у нас не удается на девятках играть а не возьми десятый уровень у тебя же есть десятый ну есть вот бери а кого у меня нет ну какой ты хочешь не знаю можешь маусу взять генарте хочу ребят мы поиграем на любых танках так кстати я тоже не буду брать стэшку мне невозможно будет наносить много урона возьму опять тэшечку ребят мы поговорим обо всех каких-то моментах поиграем на пятых уровнях у нашего гостя нет пятого поэтому мы пока играем на тех уровнях которые есть у нашего гостя чтобы нас закидывало в нормальные бои и мы попадались с вами как раз таки а не с какими-то танками другого уровня а а дмитрий а вот смотрите ребят дракона нельзя писать вот что что они что если платеж не поступил на аккаунт что делать ну совет прежде всего тоже не паниковать ну все зависит от собственно способа которым воспользовались при осуществлении платежа а через терминал допустим ну начнем с того что нельзя выбрасывать чек до момента вычисления а если терминал не выдал чек как это обычно бывает бумаги а ну на терминале всегда есть есть его номер и собственно номер самого терминала и есть контактные данные либо агрегатора либо владельца данного терминала с которым можно связаться во-первых спросить поинтересоваться что собственно с платежом видимо и бабки да ну лучше все таки более лучше что собственно с платежом сказать да а да и можно даже попросить копию чека терминал ну терминальный и владелец терминала обязан предоставить вам копию чека так как ну как сказать во первых если изначально вам не выдали терминал вам не выдал чек это уже нарушение законодательства в любом случае поэтому поверьте те люди которым вы будете звонить те кто руководят этими терминалами или поддержку терминала то они они же будут заинтересованы в том чтобы выдать вам чек если вам понадобится какой-то чек вот ну если все случилось по-худшему свит я не знаю не туда куда-нибудь кинули не туда я не тем не с нами да опять же необходимо писать заявку центр поддержки пользователей да еще ребят совет ну когда пишите заявку внимательно смотрите в какой раздел вы пишите если у вас не прошел платеж то вы пишите ошибочное зачисление не прошёте платеж не стоит писать технические проблемы ну да игровая механика а вот пишите заявку не пробивая мауса да да верните деньги обязательно заявки ну не обязательно а желательно что ускорить время рассмотрения да необходимо указать дату оплаты сумму оплаты email на которого осуществляли платеж способ которому платили при наличии чека приложите его скан если вы платили электронными способами то собственно скриншот кошелька с деталями данной транзакции то есть номер платежа и так далее это все можно найти в истории если про электронные кошельки да то это все есть в истории вам не обязательно скринить на тот момент когда вы делали платеж можно зайти в историю там всегда указано номер платежа реквизиты платежа и все данные по платежу вот поэтому главное чтобы у вас эта информация сохранилась то есть чтобы имели доступ к тому шельку с которого вы платите и так далее у нас интересные покатушки ах не попал в малыша ну вы может уже как то это играть начнете я понимаю что вам там у вас там своя игра вообще своя тема просто давайте уже как то может прораживать мы одинаковые как братья близнецы у вас даже камуфляж одинаковый да тут вот 52 ну туда не стоит так прям близко лучше просто к камням подъехать и сейчас проехать вперед до камней в начале до вот этих до ближайших а потом через город попробуем проехать вперед а можно ли мы опять дарить танки друг другу ну дарить танки может из премиум магазина не убирали да по поводу прям магазин ребят я после боя покажу где он находится что два вопроса уже по того где находится прям магазин на сайте world of tanks точка ру вот и там есть закладочка премиум магазин сверху либо из личного кабинета своего там тоже есть такая же закладка вот и там есть именование что покупаете стоимость и так далее все это есть да я знал что это только они могла так есть зачем зачем ты сюда ехала расскажи мне что сказал что я не удалось так что вот как у меня как и шестьдесят два шутка и там тайт вообще то набрасывал за камни ну а если пикать начала понятно 0 до 5 и все очень это делать ли и и и и и и и и и Восеница разбита, извини, невозможно. Восеница восстановлена, можно ехать. Маусы какие попались, нечего. Отлично, уже сзади накидывают. Там уже рта переехала наверняка. Ну да, там сзади уже просто приехали к нам. Что тут не сделалось? Спрашивают, по какой причине сейчас не работает ферверный прицел? Ну как не работает? Работает, ребята. Ну да, правный вопрос. Может быть у вас что-то конкретно с интернетом или с танками работает. В настройках его включите настройки и используйте серверный прицел. Вот, если вы какими-то модами пытаетесь поставить серверный прицел, опять же таки, может поэтому и не работает. Он включается в самой игре на данный момент. А можно будет продавать свои танки с аккаунта на сайте? Например, на аукционе? Интересный вопрос. Ну, в настоящее время не планируется вот подобного функционала. Ну, то есть, опять же, вы сами понимаете, тогда это просто разовьет бизнес, который не является частью Wargaming и зачем им это? То есть, ну, человек будет продавать, получать сам какое-то вознаграждение и так далее. Для чего? То есть, если за внутриигровую валюту, то для чего тогда это человеку непосредственно? То есть, и так можно купить танк за внутриигровую валюту. А если продавать Type, то вот тогда нужно просто дешевле, что ли, продавать. А для чего тогда это человеку? То есть, если и так продавая танк обратно в ангар, он получает лавину, если не ошибаясь, этого стоимости. Иннаки давай. Сейчас. Давайте у нас крайний бой будет. С нашим гостем. Что такое серверный прицел? Это прицел, который с поправкой на ваш пинг, на вашу задержку до сервера работает. Что, на восьмых закончим, я думаю. Что у нас есть? А что за новое обновление выходит 20-го числа? Новое обновление? Ага. В смысле, почему с чего ты решил, что оно выходит 20-го числа? Не знаю, в чате написали. А, ну ты говоришь, что ты вопрос в чате читаешь. Ребят, кто вам сказал, что что-то выходит 20-го числа? Выходит, выходит. Вот появилась новость. А, появилось уже, да? Микрообновление, собственно, в нем написано. Связано с выходом специального обновления, которое оптимизирует некоторые серверные процессы. Ну да, я думаю, что это все-таки шестой сервер и... Скорее всего... Ну и вообще, наверное, связано с лагами сервера. Потому что говорили уже разработчики не раз, это касаемо лагов в игре, что это в большинстве случаев не связано с... В большинстве случаев не связано с какими-то серверами непосредственно с железом серверов и с количеством серверов. То есть сервера способны нагрузку держать до 200 тысяч. Как вы видите, сейчас в онлайне 157 тысяч. Если не ошибаюсь, первый, по-моему, даже до 250 или второй до 250. Ну, тот, на котором глобальная карта сейчас непосредственно есть. Вот, поэтому... Давайте сейчас пока в бой идем. Я напишу, что у нас восьмой уровень. Восьмой уровень. Берите танчики, можете премиумные брать. Можете брать любую технику восьмого уровня. Но желательно, чтобы, конечно, это была премиумная техника. Тогда будет больше шанс к нам попасться. Девять, друзья. Босемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Поехали. Друзья, на сайте в чате можно... Чат мы читаем на данный момент на Твиче. Я вот покажу просто, как попасть к нам на Твич, пока у нас бой загружается. Так, сейчас секунду, ребята, расскажу, как попасть на Твич. Вот у нас... Вот, допустим, если вы смотрите на ProRedTV, к примеру, да? Вот. На любом портале, на каком бы вы ни смотрели, это будь то ProRedTV, ну там, кстати, твичовский чат. Вот. Будь то любой сторонний сайт, там, со стримами типа GoodGamer, типа Sk2TV, вы два раза кликаете в стрим. Вот у нас сайт притормаживает. Сейчас я пока направлю своего Лёву непосредственно в город и открою сайт. Вот, собственно, открылся сайт, да? Если вы смотрите непосредственно на сайте, вот, вы можете... Сейчас у нас реклама пройдет. Вот. Вы можете два раза кликнуть в стрим. Сейчас она закончится и... Сам стрим пойдет. Я дальше объясню, как что. Гастал. Да, вот. Прикольная реклама на Твиче, конечно. Вот, например, да, смотрите вы стрим, он у вас идет. Вот. И вы можете два раза кликнуть в сам стрим и откроется твич. Это первоисточник, это тот видеопортал, на который мы непосредственно стримим. Вот. Чтобы с нами початиться, нужно сверху нажать кнопочку зарегистрироваться. То есть вот здесь будет присоединиться, да? Вот. И там вам выведется простейшая система регистрации. Вот. Вы в ней заполните почту, заполните свой никнейм и вы сможете писать в чате. Вот. Ну, заодно сможете подписаться на канал. Например, вот здесь вот кликнуть кнопочку, если вам понравился стрим. Кликнуть вот здесь кнопочку следовать. Вот. И подписаться на наш канал. Тогда вы будете знать, когда будет, собственно, начало стрима и вам будет приходить уведомление о начале стрима. Что, как там у нас город? Еще один человек просит про магазин. Он просто постоянно спамит, как найти ваш магазин. Айти в магазин очень просто. Worldoftanks.ru Вот здесь вот у нас, собственно, есть... Можно войти в аккаунт. Понятно, я сейчас не авторизован. Ну, одним словом, здесь непосредственно, вот здесь вот будет в личном кабинете, можно войти через это, а можно вот здесь вот в магазин сувениров. Вот. Вот здесь закладка. Я не знаю, какую можно не увидеть. На основном сайте под рекламой магазин сувениров. В нее заходишь и у тебя открывается, не поверишь, магазин сувениров. Вот. И в нем уже можно выбрать все, что угодно. Вот. Как бороться с нубами, которые не умеют играть? Можно будет написать в поддержку и удалить им игру. Да, когда-нибудь наверняка такую функцию введут, и я думаю, что большинство нормальных игроков тут же удалят игру. Не попал я на точном немецком танке. При полном сведении. Ну, попробую объехать. Какой... Какой лучше танк купить? Ага. Будет ли тип продавать? Нет. В ближайшее время типа продавать не будут. На 23 февраля, скорее всего, тоже. Поэтому... А что, уже известно, какие акции будут на 23? Нет. Мы просто говорили о том, что типа они будут продавать несколько месяцев. Потому что есть небольшой у типа дисбаланс по количеству техники в игре. Ничего не попадаю, ничего не пробиваю просто. Играть сегодня веселее и веселее просто. Все. С каждой секундой. Ну ладно, будем стоять. Да нет, конечно, ничего такого делать не будут. Никаких параметров, по которым можно будет человеку удалить игру. Делать не будут и вводить не будут. Отдельных серверов... Отдельных серверов также не будет для разделения по уровню игры. Потому что в данный момент Wargaming считает, что уровень игры у всех един. Не побил. Сегодня нет арбита. Движение невозможно. По-моему, всегда есть возможность собрать взвод, роту, выйти на глобальную карту. Ну, я думаю, мы не будем сейчас обсуждать. Это Холивар. Для игрока, который играет хорошо, это Холивар. Для игрока, который играет ниже среднего, это без разницы. Потому что для него не важны детали игры. Для него важна просто сама модель игры. То есть он просто пока в нее втягивается. Играет ради удовольствия, можно так сказать. Но для игрока, который уже познал модель игры, познал механику игры. Для него, как бы, интересен обычный рандом. Потому что в рандоме можно поиграть. Независимо там, не собирая никаких рот. Независимо от кого. Просто одному зайти в игру и попытаться пугивать других людей. Ну, так как это самый популярный режим, я думаю, в танках. Вот. Но, к сожалению, найти себе подобных он не может. Потому что в рандоме нет классификации по уровню игры. Опять же таки, ребят. Если вы хотите действительно какой-то сильный уровень игры. То есть, если вы считаете, что вы играете очень хорошо. И вы хотите какой-то отдельный уровень игры. То попробуйте, да, реализовать его в ротах. То есть, вступайте в кланы сильные. У которых такой же уровень игры, как у вас. Потому что все-таки в кланы ведется отбор по именно уровню игры. А не по... Какому-то там... Количеству боев или еще чему-то. Ну, в сильный клан я имею. Вот. Так что, попробуйте реализовать свое желание поиграть с одинаковыми игроками через клановый контент. Ну, или через контент глобальной карты. Кстати, ее опять открыли. Я вас всех поздравляю. Если кто-то участвует на глобальной карте. Ее опять открыли. И мы, по-моему, с сегодняшнего дня уже продолжаем участие на глобальной карте. Когда введут на сайте поддержку оплаты через Белкарт Беларусь? Ну, все движется, не стоит на месте. Ну, я думаю, есть возможность сплатить при помощи данной карты. Ну, напишите в центр поддержки, вам дадут инструкции, как это сделать. На это возможно в данный момент? Возможно. Ну, собственно, я думаю, что так и сделает наш пользователь. Ну, как минимум, первое сразу, что приходит на ум, да, с помощью любой карты вы можете пополнить интернет-кошелек, тот же WebMoney, EasyPay. Ну, для Беларуси Киви кошелек пока недоступен. А, я просто... Да, и оплатились. Ну, победа. Отлично. Ну, они убили. Ну, что, я думаю, что на все вопросы, по крайней мере, на большинство мы ответили. Ребят, если вы не услышали какие-то конкретные ответы на вопрос, то вы можете пересмотреть стрим. Много вопросов было задано. Основные все темы мы затронули. Про то, как восстановить аккаунт, если его украли. Как вернуть платеж, если вы вдруг не туда его отослали. Или как все-таки проверить зачисление вашего платежа и так далее, и так далее. То есть, большинство вопросов основных мы сегодня рассмотрели. С нами сегодня был Дмитрий, сотрудник компании Wargaming. Он у нас является руководителем отдела по... Как правильно еще раз, Дим? Финансового отдела Центра поддержки пользователей. Финансового отдела Центра поддержки пользователей. Вот так все красиво звучит. Спасибо, Дим, что ты к нам сегодня пришел. Было очень интересно послушать довольно-таки злободневные моменты для каждого игрока. Приходи к нам еще. Обязательно приходи к нам еще. На Е100 покатаемся. На одинаковых. Осталось только и найти купить. Ну, это не в ближайшей перспективе. Ну что, Анют, создавай взвод. Ребят, что будет дальше? Мы будем дальше кататься со зрителями, не поверьте. Не поверите, да? По поводу, когда патч, да уже знаем в феврале. Тут спрашивать даже не будем. Пока Дмитрий говорит. Спасибо, Димон. Какого числа? Я думаю, что в ближайшее время 10 дней до февраля осталось. Какая разница, какого числа? Скоро. Да, скоро. Дима еще с нами, кстати. Вот. Что у нас будет дальше, ребят? Мы будем создавать... Анют сейчас создал взвод, и мы будем кататься непосредственно с вами. С нашими зрителями. И чтобы попасть во взвод, можно написать Анюте в ВК. Или написать нам в теме Баунти Хантера в нашей группе. Вот. Я вам сейчас покажу, где наша группа и как можно будет написать. Секунду буквально. Включу вам картиночку. Такую волшебную. Вот так называется наша группа The Red Красный Multigaming Community. Вы в нее вступаете и, собственно, в обсуждении уже непосредственно находите тему Баунти Хантера и там оставляете свои заявочки на взвод. Вот. Ну вот, не наподобие такого, конечно, готов пойти во взводик. А что-то интересное, допустим, с картинкой или с какими-то историями и так далее. Ну вот, даже можно что-то наподобие и такого. Показался объект 261 человеку. Можно, естественно, что-то такое вот присылать, да, и проситься во взвод, указывая обязательно свой игровой ник. Вот как сделал, допустим, человек. Все правильно. То есть вот он указал ник, вот он прислал картиночку и так далее. Вот. Вступайте. Кватик вам спамит нашу группу в чат, твича спамит нашу группу, в которую нужно будет именно вступить. Так что дерзайте. Есть возможность всегда поиграть с нами во взводе. Если мы выигрываем и Аня остается жива, то, собственно, вы получаете 500 голды, участвовав с нами. Ну что, определимся? Ну что? Ну, гость. Гость какую технику? Ты же можешь уже писать, ты же можешь контактировать с нашим гостем, пока я ребятам рассказываю. Нет, меня опять банили. Я шучу. Давай, давай, спрашивай у гостя, а я пока почитаю чатик. Кинул заявку, одобрите, пожалуйста. Заявка принимается в течение, там, 5-7 минут. Кват принимает, поэтому... Просто подождите хотя бы полбой, и квать вас примет в нашу группу в ВК. Ну что ты писал, восьмой левел? Давай на пяток все-таки прокатимся, мы давно не катались на них, и я думаю стоит. А он взял Леву уже. Ну, то что он взял, это не страшно, мы ему напишем, давай на пятом. И я взяла Леву. А почему... Нет, Ань, давай на пятом прокатимся. Потому что у других гостей может не быть танков пятого левела. И мы потом просто... А почему мы на Леву? На Леву? Что? Аня? Угу. Ты про что сейчас? Все, мы взяли танки. Окей. Пыщ, пыщ. Ну что, пятые левелы, вы хотели низкую, низкоуровневую технику, пятый уровень, ниже мы брать не будем, потому что это, ну, нет смысла. Пятый уровень, еще раз говорю, берите в ангаре и попробуем поехать уже. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Альхалуф? Альхалуф. Альхалуф. Ну, не очень хорошая карта. Ну, не важно. Скоро можно будет убирать карты, я думаю, с 0.85, так что все будет прикольно. Ну, сколько А32 стоит реальных денег. Ну, зайди в магазин подарков и посчитай. Один рубль двести пятьдесят голды. Нет, 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 сколько там получается? Один доллар. Один доллар двести пятьдесят голды. Ну, я думаю, взяв калькулятор, ты сможешь справиться с этой задачей. А если не сможешь, я думаю, тебе не стоит покупать А32. Вот просят мой ID ВКонтакте, 3658526. Ну, либо просто Анна нижняя подчеркивание баунти. А почему не сделают, чтобы можно было дарить друг другу серебро? Потому что тогда другие люди будут продавать тебе серебро, а не дарить, поверь мне. И тогда можно будет что-то делать. То есть, кто-то будет фармить, ездить. У кого-то может будет очень много серебра, а у кого-то его не будет совсем. И ты будешь попросил и тебе дали. Ну, или попросил и продали. Вот это способствует спекуляции определенной просто. И все. Сколько у тебя танков примерно? Ну, я сегодня смотрел, у меня 67 танков на данный момент в ангаре. Чего-то много синий. Да это мало. Я думаю, что где-то подсоточку будет в конце. Ну, если все прокачать... Не, не соточку. Лучше в кино сходить. В кино сходить. В смысле. Погулять. Погулять вместо того, чтобы прокачать. Сказал, сказал Аня с 15 тысячами боями. Я не понимаю. Я сейчас редко играю. Ты много чего ходить? Да. Ну, отлично. Ты видишь, что личная жизнь заладилась. Мягкие игрушки появились. Мягкие игрушки у тебя появились. Ну, не совсем мягкие так. Не совсем мягкие. Не совсем мягкие. Что? Электроника какая-то. Элект... Ничего не понял. А как это связано с тем, что ты ходишь в кино? Ну, я тебе не говори, что я в кино хожу. Нет, я тебя спросил, ты сейчас ходишь в кино? Да, я сейчас в кино хожу. Нет, ты... Понятно. Нет, кино надо посмотреть на самом деле. Скачать интересный фильм. Или нужно ходить в кино. Ну, я думаю, что хороший фильм остается смотреть все-таки в кинотеатре. Ну да, тем более вот на днец месяца там столько анонсов интересных. Очень тормозит картинка. На канале отчет пошел, а на видео через 10 секунд начинается. В чем проблема? Проблема в том, что существует понятие пинга. Вот веди его в гугле, прочитай, что это такое. Я думаю, тебе станет все понятно. Ребята, кто подскажет, что за обнова вышло? А ты не пробовал прочитать, что написано на сайте? Там открываешь на сайте и там все написано. Вот прям в основном русским языком. Есть некоторые незнакомые слова, но я думаю, что если ты не разбираешься в этих словах, то и смысл тебе в этом обновлении, если ты не знаешь даже с чем оно связано. у меня компьютер ай 5 680 видюха 16 гигабайт оперативки. Нас там прям давят. Поеду я, наверное, туда. Буду там нагибаться. А как же узнать, что он хороший фильм? Да никак. Посмотрите все. Считай, что это твое времяпрепровождение. Если хочешь гарантированного получения удовольствия, то ходи с друзьями не в кино, а в какие-нибудь активные отдыхи наподобие боулингов, бильярдов, пейнтболов и тому подобных вещей. Потому что, к сожалению, даже те люди, которые понимают в кино, не всегда, не всегда могут посоветовать, могут сказать, хорошее или кино вышло, или плохое. Да и плюс это все-таки, как сказать, на вкус и цвет, да? Все фломастеры разные. Многие предлагают купить бонус колод. Можно ли его купить или это развод? Это развод, ребята. Никаких бонус-кодов в игру не продается. А даже если они берутся из каких-то журналов там, и это не развод, то где гарантия, что вам действительно пришлют какой-то бонус-код? Подумайте сами. Ну логично, да? Ну вот, если... Если ВГ бы продавал бонус-коды, он бы сделал так, чтобы их можно было купить просто где-нибудь. Не важно где. Что-то хватит ушел из чата. Сейчас вернемся. Как обычно, все делает во время стрима, кушает. Что лучше, Леву или Т-34? У меня, кстати, вчера так под порыв был купить Т-34, но... И что-то сдержалось? Соклановцы отговорили. Соклановцы отговорили. Вот они глупые люди. Почему? Ну, потому что... Т-34 нормальный танчик, но играть можно. Ну, не знаю, я хочу танк с мощным орудием. Это Т-34. Ну вот, Леву, сводится долго. Ну, тоже как если бы. Мне нравится, что у него пушку пускают. Нет, я не пробовал новые немецкие ЛТ. Какой смысл в новых немецких ЛТ, если это старые немецкие ЛТ, просто повышенные на левел? Ну, это же все просто. Скажи свой ID в ВК. 3-6-5-8-5-2-6. Это, собственно, ID Анюты. Мой ID в ВК я не помню. Так же, как на Твиче мой никнейм. И Nike нижнее подчеркивание ТВ. Там интерьера у тебя почему-то. Музыка только и все. Даже фото. Не поверишь, у меня ВК только для музыки. Представляешь? Он может... Ой, вот тебе фотки. Вложил мордахи. Губа стоит. Зачем? Зачем мои фотки людям? Я бы посмотрела. Ну, ты и так их видела, поэтому. Кто может подсказать, сколько стоит КВ-5 при его продаже серебро? А ты нажми «Продать танк», и у тебя покажут, сколько он стоит. Твой самый любимый танк. У меня нет любимых танков. На данный момент мне нравятся почти все танки, которые у меня в ангаре. За редким исключением. Будет ли в дальнейшем разделение на нации? А в данный момент нет разделения на нации? Нет, разделение по полу, наверное. Гендерные признаки только. Знаки, подскажи хороший гайд по Broadcast Software. Я не знаю гайдов по Broadcast Software. Там все настолько просто, что, по-моему, там даже гайдов не нужно. А по иксплиту поищи гайды в интернете. Ну и так далее. Допустим, мы кланом ориентировались на 7.42. И теперь, получается, подняли левелы толстопарда не так актуальны печаль. Я тебе могу так сказать, что толстопард и так не так актуален был на большинстве карт. Сейчас, да, сейчас почти невозможно на нем играть будет. Потому что, имея 3 толстопарда, в основном брались 3 толстопарда в сетап. Имея 3 толстопарда, приходится 3 очка терять, а это слишком серьезно. Но, если вы ориентировались на 7.42, я думаю, что вы очень быстро нашли замену толстопарду. Да и вообще. То есть, замену такого рода техники. Что? 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 Что такое? Что там? Пошли дальше. Ну, пошли дальше. Ну, пошли дальше. Будет ли новая игра в артандер популярнее, чем танки? Нет, не будет 100%. Ну, не в ближайшие 3-4 года. Про 23 февраля я ничего не могу рассказать, но чего вы ждете? Вот честно, ребят, вот вы сидите, вас сейчас на данный момент 3500 человек. Чего вы ждете от 23 февраля? Что вам на халяву подарят Type 59? Ну, честно, я вот, я не понимаю вот этого. Ну, будет вам Х5 опыт. Будет вам какая-нибудь скидка, скидка на какие-нибудь там танки, может быть, там, и то, маловероятно. Чего вы ждете? Зачем вы спрашиваете, что ждать от 23 февраля? Ну, честно, я не понимаю вот этого. Вот, зачем этот вопрос? Ну, не знаю, вывод какой-то, как-то у меня не складывается. Неки, так что там с 1000 опытов в бою вами? Не знаю, про что ты. Задай вопрос по-человечески. Ты играл на Як-ПЗ-100? Играл. Знаешь ли клан Антанта? Нет, не знаю. Я жду пену для бритья, остальное не нужно. Молодец. А носки? Ну и носки, кстати, да. Ну да. Только сейчас катались на пятых танках, ребят. Аня, а что ты будешь дарить своему молодому человеку на 23 февраля? Не скажу. Нет, 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 подожди. Мне очень интересно знать. А вдруг он смотрит? Сейчас стрим. панталоны кальфон так ну что девятым взял ну давай на девятом раз ты хочешь на 9 мы дадим тебе делать я просто ребят я очень редко злюсь от тупости да ну то есть я стараюсь держать себя в руках когда я просто не понимаю мотивации вот вашего вопроса плейны вопросов понятно их задает просто недалекие люди там например а почему не сделают из 7 чтобы он вообще нагибал и пробивал всех в игре и чтобы он там убивал с одного снаряда все это это понятно но когда вы просто спрашиваете каждый раз про акции каждый раз про патч и каждый раз спрашиваете буду ли я качать определенную технику ну или там что будет в патче 0 8 9 да кто же то знает но нету еще патча но нету еще этих танков не торопитесь вы просто спокойно прокачивайте себе танки вот есть сейчас тест да есть сейчас британская пт убер нагибаторская про нее можно что-то спрашивать как ты считаешь будет она дисбалансный там что с ней будет зачем она нужна и так далее но когда вы спрашиваете про леопарда которого еще нет даже даже характеристик нету этого леопарда у брита у немецкой смысле дополнительно ветки ст 9 уровень берем я просто честно я не понимаю вот этого то есть о чем вы хотите знать 321 ты помнишь когда ты взял своего первого воина нет не помню я тогда не обращал внимание на медаль кида я сейчас не особо обращаю над к ним медальки это медальки будет ли кого 6 он был по яндексу есть фото да может быть будет но есть вероятность что будет расширяться линейки еще дополнительно хотя советская линейка довольно таки плотная уже я думаю что могут вводить да какие-то дополнительные танчики между тем что сейчас есть а что делать дальше если до конца таких людей нет в игре я сразу могу сказать что нету людей у кого прокачаны все танки нет конца просто в игре так вот легионер мерценария забаню просто который раз уже пишет квад забань пожалуйста его сколько можно просто современные танки говорили что их не будет и смысла в этом нету там очень очень большое очень большое отличие в технических характеристиках танки стреляют очень большой дистанции современной как вы представляете в дистанцию километр а то и 450 метров шить современные танки с нами игнатов попался настоящий радость чистый радовец как не вижу нет а последний посмотри на т21 ну да наверное какой нибудь нету га у га чикагагуа нет таких людей у кого кайф качены все танки в ангаре это уже говорилось об этом все танки в качестве выкуплены нет таких людей нету вот а те у кого есть просто все топовые танки да такие люди есть но что делать качать другую технику я думаю что много интересной техники помимо топовой можно покупать играть на ней причем поверьте что прокачать всю топовую технику нужно как минимум тысяч 15 боев арту все выкачать писать нужно в группу нашу вконтакте либо они в приват пометкой через постель с пометкой через постель вот по поводу того что танки просто ну я не знаю все если вы прокачали если у вас есть большинство техники но у меня допустим это будет где-то в течение двух-трех тысяч боев будет уже вся техника выкачена в ангаре ну кроме арты и так далее вот ну то что мне не интересно то я буду качать дальше технику артиллерии так далее но почти нереально выкачать всю технику почему пишет одним и есть технику эфтер вара нет у него все техники и как она у него может быть если вся арта должна быть выкачена там на каждой арте по тысячу боев вот нужно как минимум нужно техники вообще не играть а просто выкачивать технику и плюс должна быть куплена вся техника в ангаре это немеряное количество серебра просто немеряное выкачать одно а другое дело купить технику почти нереально прокачать технику всю именно технику и китайцев и так далее да можно за свободный опыт все это проскочить опять же таки ну там проскочить технику и просто купить ее но она должна быть у вас в ангаре чтобы она была прокачана и куплена на ней должны быть бои а если нет боев если вы просто за свободку проходите технику и зачем вам смысл тогда когда перестанет кидать 5 лейвла к 9 когда перестанешь ездить на светляках почитай просто про баланс балансный вес танка в игре и не задавай глупых вопросов сейчас уже давно не кидает пятые танки к 9 время уже давно прошло сейчас кидает светляков светляков продолжит кидать к девятом потому что это светляки понравился ли ты 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 два в особенности его пушка пушка у него среднего качества по сравнению с другими восьмерками мне понравилась пушка на конкурере на восьмом британцы очень сильно понравилось я думаю лучшая пушка в игре на данном уровне не в плане дамага в плане того что с ней очень комфортно стрелять она очень быстро сводится и она очень точно ребят почему пишите вопросы капс я не могу читать все подряд так что имейте терпение тебя не нравится и утверждение это вопросы утверждение тогда что что ты хочешь слышать кому он нравится тебе нет просто просто написано утверждение тебе а не нравится нет я ему не нравлюсь вот еще резать арту я думаю что не будут раз резать арту вот барабанная технику из нет таких даже песни ошибаюсь даже проектов не было ссср барабанной техники поэтому зачем ее вводить проблема с веном нет а то я боюсь нужно холодильник а то я боюсь на 5 тысяч я просто не пара прикрызнуть пойду отдам все артичес столовая и семь не будут изменять 50 двойку поменяют ремоделинг сделают 50 двойки характеристики технические 50 двойки менять не будут когда будет арта британ через пачки в марте короче я думаю что не в марте в апреле а может и в конце даже апреля да на бортом на леве танковать не просто модно выгодно и удобно потому что у него большой борт хорошая неплохая бортовая броня и собственно все нормально в этом плане сейчас если они убить голду дают дают голду что значит ремоделинг ну другая модель бы эту танку он будет выглядеть по другому характеристики приблизительно останутся такими же по моему вообще не будут менять характеристики я вот не уверен точно будут ли менять вообще хоть какие-то характеристики но есть не ошибаюсь характеристики менять не будут а просто сделаю другой вид у танка сейчас меня рта заберет и я дай чтоб меня не попал мой наш род специально не буду читать вопросы капсом что измельщики то сделать кое-нибудь прям ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля нет этого делать не будут я и моя мурка внимательно прочитаю условия стрима или послушай в записи начала стрима за что дает голду дает голду за убийство саней или если она выживет вот как сейчас например она выжила вся наша команда получила по 500 голды скажите американские барабанных резать будут в следующем патче нет да это жесть это сильный танк на данном уровне но резать не будут посмотрите на тесте британские пт-шки и будете счастливы я думаю когда увидите что пт-шка ваншотит почти любой десятый левел а т-59 будет еще продаваться да будет но я думаю что не в ближайшие месяцы по поводу светляков да их будут балансить по количеству когда и как не знаю но сказали что обязательно будут балансить светляков так как сейчас да наблюдается небольшое увеличение количества светляков на боях на высокоуровневых боях я уже здесь я уже взял танк не поверишь что бы вы хотели увидеть нового в танках кроме новых моделей танков разделение на лиги как я уже говорил новые модели я совершенно не хочу видеть они меня не интересуют мне кажется техники которые в игре сейчас предостаточно можно играть можно стрелять все это все это есть контент она весь охватывает не хватает контента не хватает гаражных боев хватает разделение по уровню игроков то есть если игрок хорошо играет его нужно кидать с теми кто хорошо играет если игрок играет плохо его нужно также кидать ну или или просто он не научился он начинающий его нужно кидать к новичкам вот если такое будет происходить тогда будет играть интереснее будет играть сложнее но я только за то что стало сложнее играть вот я против того чтобы сильных игроков кидалок слабым и наоборот я сказал frost я не буду читать капс сообщение за капс и забань пожалуйста его винтих на какое-то время сказал не пиши капсом человек извиняется за капс я ко всем людям отношусь нормально которые хоть что-то делают в танках по поводу акций на тигра до появятся таки будут такие акции по любому либо похожие акции будут вот так что просто ждем разнообразие будет аня кто тебе нравится опять утверждение то есть вопрос просто утверждение ань а кто тебе нравится и из кого там выбирать ну не знаю я тоже не знаю человек не уточнил я вторые карты камурин камурин вернут если не ошибаюсь марин да его еще его вернут как бы вот патч переделанный надеюсь на тесте да будет переход на черчилля там птшка черчилль ну посмотрите зайдите на тест господи и науки куда поехал я направо поехал а куда еще ехать нет налево а мне тоже не тебе я не знаю куда теперь можно направо тебе можно на базе остаться в принципе ой я не хочу снег в 0.85 лера подсказывает камурин вернут да значит 0.85 вернут камурин ну как бы я не знаю по мне эти карты совершенно переделывать нужно сейчас большинство карт чем больше играешь тем отчетливее это понимаешь переделывать нужно большинство доделывать именно не кардинально как-то убирать из-за рандома а просто чуть чуть доделать и доделать нужно немного совершенно в картах что есть все карты дисбалансные по респам и дисбалансные по технике то есть на определенной технике невозможно играть на определенной карте например на песчаной реке вообще невозможно играть на медленной технике то есть на технике у которой скорость там 20 км в час неважно что это тт пт все что угодно Любая быстрая техника на песчаной реке очень сильно, очень большое преимущество дает. Пишут, что на тесте косяк с переходом будет переход с Черчилля-1, а не с Черчилля-6. Ну, как бы, ребят, опять же, 5-6 танк, переход на эти машины, они очень быстрые. И прокачать такой танк можно за один день. Так что... Когда вас обновят работу сайта Гонки Вод. У нас был разработчик сайта Гонки Вод, я могу на следующий стрим узнать, в принципе, про это. Сейчас ответить не могу, у меня такой информации нет. Как думаешь, что нужно переделать на карте Хребет Дракона? Карту. А название? У нас тут никто не поехал, это слив. Супер. Вращение башни частично восстановлено, скорое вращение снижено. Съездили направо, понравилось. Пробите. Руденица сбита, движение невозможно. Можно ехать. Есть, пробите. Ну, бесполезно, по факту, против сильного взвода играть, который пушит одно направление, а у нас, ребят, тут вообще нет просто. Один танк. Стреляй, они, че-то. Ага, вот хит. Ну, вот видите, наши все прекрасно слились, наши игроки. Да, Хребет Дракона уберут. Просто нужно переделать карту очень серьезно. Там очень много переделок можно сделать. Добавить объезд справа от карты, ну или слева, в смысле, там, где долина. То есть, не там, где вот это ущелье там внизу, а там, где долина, стоит сделать возможность объезда для СТ более быстрая. То есть, без подъема наверх и без возможности засвета. То есть, чтобы там тоже происходили какие-то бои. И какое-то преимущество получали те игроки, которые поехали в ту сторону. Плюс переделать сам пик. Вот, в центре карты, где все сражаются, вот там пик есть определенный. Его нужно переделывать. Добавлять сейвов от арты и тому подобных вещей. И делать более тактическую игру на карте. А так, карта хорошая. То есть, потенциал есть определенный. Будут ли у Китая премиумные тяжи? Ну, есть возможность такая, я думаю, сделать премиумного тяжа такой же, как у китайцев. Я думаю, что когда закончится фантазия у разработчиков, какую премиумную технику вводить, то тогда, только в том случае, будут вводить какие-то другие вещи. Наки, что делать дальше, если все прокачаешь? Удалить игру и играть другой проект. Я уже отвечал на этот вопрос, не знаю, чем ты слушаешь. Наки, где можешь скачать моды, которыми ты пользуешься? А вон сверху у тебя ссылочка. Читай внимательно, что спамит тебе наш редактор. Девантик. Да. Когда выйдут ночные карты? Будет смены дня, ночи и тому подобных вещей. Когда доделают новые карты, я думаю, возьмутся за рендер-карты. Но не в ближайшее время, я не думаю, что в ближайшие пару месяцев точно. Нужен ли нерв класса? Да, пушку надо нервить классу. Возвращать ему броню, возвращать ему какие-то характеристики там урезанные. Но делать другую пушку в среднем по 200 урона, я думаю, что этого будет достаточно. Я не знаю, какую пушку, чисто технически, не могу сказать, что именно стоит сделать классу. Но альфа-страйк ему нужно убирать в любом случае. На шестом левеле это очень большой урон. Ну, пусть гость нас убирает. Ой, гость нас убирает. Самый курьезный случай в бою. Их было много, даже вспоминать не хочется. В Warface играешь? Нет, не играю. Почему игнор-лист ограничен? Потому что база данных должна как-то работать. Я думаю, что это ограничение не те, которые придумывает Wargaming, а то, чем ограничена база данных. Когда уберут бакс лестницы на Картиенск? Никогда. Если ты про то, что ты врезаешься в лестницу, то никогда. Я тебе танк? Ладно, танки я проявлю. Чем-нибудь попроще. Возьми тоже Суперперш. А ты сейчас как закинешь? Нас одинаково. Закинет нас по ИСу третьему, закинет к десяткам сейчас. Конечно, у нас уже ездит с третьим. Ну да, догадываемся. Кто ДНБ смотрит на нее, просто берут не в течение стрима, а берут уже по факту. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Поехали. Поехали точно? Да, придет. Нет. Не придет. Я не буду продавать аккаунт, когда закачаю все нации. У меня интерес не в том, чтобы прокачать все нации и получить прибыль с аккаунта. У меня интерес в том, чтобы играть в эту игру. Если игра перестанет доставлять мне удовольствие как таковое, и мне не будут интересны стримы и так далее, то я просто удалю игру и поставлю себе другую игру. Я думаю, что сейчас вариантов во что-то играть немерено. Что вы думаете про покупку Газ Powered Games и такую незаурядную творческую личность, как Крис Тейлор? Что про я думаю, что это ничего не даст, если только ВГ не даст полную свободу действия разработки какому-то другому человеку. На данный момент все жестко в ВГ и это закрытая контора. Что они будут делать сторонние какие-то проекты для консолей, еще для чего, это полная ересь. Для андроидов, фигоидов, это все полная ерунда. Это не обязательно. Для чего это делать? Для тех, кому не хватает. Лучше игру доделать, которая есть сейчас, а не пытаться захватить полностью рынок. Его и так захватят через какое-то время. Но если игру забросят полностью, то профессионалы в нее играть не будут. Это будет Angry Birds просто, ходячий. Да, игроков будет много, но интересы к проекту нормальных людей, у кого есть понимание игры и логика, оно будет отсутствовать. Как я сказал, нас закинуло в 10-м. Офигенный просто бой. Ты не знаешь, опять типом вопрос. Ребята, на все это мы уже отвечали. Чем тебя вот привлекает? Я уже несколько раз говорил. Посмотрите другие стримы Баунти Хантера. Квата, дай ему перманент. Давай я ему дам перманент. Вот так вот. Нет, я не играю во взводе со зрителями, только на Баунти Хантере. На обычных стримах очень редко играю во взводе со зрителями. Но и то не со зрителями, а со знакомыми, можно так сказать. Даже со мной не играет. Так что, без вариантов. Ну, а я думаю, тебе есть с кем играть. Ну да. Ну я и не притингую. То есть ты бы со мной не стала играть? Нет. Что, мне целый клан? То есть ты бы со мной не стала играть во взводе, если бы я тебя позвал? Нет. Только на стриме. Это бы на стриме, так, в три часа играю. Терплю тебя еле как-то. Да не считай. Не тянешь ты, на кисть. Вот кайфик. По пять тысяч урона. Каждый клан. Ну, я стараюсь. Ну что, блин, картии проехали. Да и почем. Пусть умирает. На марта не нужна. Нет, на марта не нужна. Я ее жили. Ну и отлично. Раньше проще было играть. Раньше было интереснее играть. Все зависело от того, насколько, на каком уровне, ну, то есть, зависело от уровня твоей игры. И ты мог затащить бой там против шестерых, пятерых. Сейчас это невозможно. Если на тебя едет техника твоего уровня, и ты один, и она на тебя просто едет, то даже если ты там супер игрок, супер скилованный, дважды страйк, там, не знаю, не получится у тебя этого. Потому что просто она тебя заберет по хп, будет размениваться, пробивает тебя голдой, то есть, просто будет лезть на тебя и стрелять. Раньше такого не было. Раньше на 704-й объект никто не вылазил. А если вылазил, то умирал. Ну и то есть, отсутствие мозга приводило к очень быстрой смерти в игре. Сейчас отсутствие мозга приводит к быстрой смерти, но и приводит к тому, что у тебя отнимается здоровье у того танка, на который выезжают. И, к сожалению, танковать сейчас почти невозможно. Но очень мало танков, которые способны принимать урон. Нифига себе, это пт-шка, прикинь. Капец. Или Е100, там пт-шка, по-моему, в городе. В городе? Не-не, там тоже, там же. Да, вон, в городе пт-шка, не е100. Жас как, ну, где-то вот слифы. Добрый вечер всем, я забанен на несколько месяцев за то, что шуткой хотел продать свой аккаунт. Причем, те танки, которые якобы я продавал, до сих пор не имею. Скажите, как бы, заранее спасибо. Никак. Писать обжалование в среднем где-то раз в месяц, два-три попробовать писать обжалование. Того, что я осознал свою глупость поступка, танки продавать не хотел, ну, в смысле, аккаунт продавать не хотел. А если ты это пишешь только потому, что, ну, хотел продать аккаунт, но не вышло, тебя за это забанили, то, поверь мне, тебя не разбанят. Если есть подтверждение конкретной переписки и, ну, а логи чата есть у VG 100%, то есть, если есть то, что ты там говоришь, давай, вот, на этот кошелек перечисли мне деньги, я тебе продам аккаунт, там, скину данные от аккаунта. То тогда тебя точно не разбанят, это перманент. И обжалование он не поддержит. Режим игры нравится только стандартный. Писал уже три раза. Значит, есть подтверждение, я не хотел это 100%. Ну, значит, ты так не хотел. То есть, ну, я знаю, что обычно месяца через 3-4 разбанивают того человека, который действительно не хотел продать аккаунт, и факта подтверждения нет. Вот, то есть, когда действительно... Ну, там много, месяца 4, все-таки. Что? Проще завезти новый аккаунт. Да, на самом деле так есть. Кого мнения о танке Т-110-5? Ну, один из самых комфортных тяжей в игре. Играть на нем приятно, и танк очень интересный. Ну, он мне просто надоел на данный момент. По поводу контента я говорил, что я хочу добавить в игру. Поймите, карты, они не всегда плохо построены. Просто в силу рандома на картах невозможно играть. Потому что ни один игрок в рандоме, ну, процентов 90 игроков в рандоме не хотят думать вообще. В принципе. То есть, у них нету желания думать. Они просто делают. Вот там нужно куда-то поехать и что-то сделать. Они этого не делают. Они просто едут вперед и стреляют. Или стоят за кустами и стреляют. Нет, я не пользуюсь Android Assistant. А ты, Аня, пользуешься Android Assistant приложением на телефоне для танков? Для чего это делать? Нет, нет, нет. Я только PlayMarket там пользуюсь. То есть, что там делать, объясните в танках. Я вот не понимаю, я могу зайти в танки и показать человеку танк. Или что мне там? Приходить там на работу и своим сотрудникам показывать на телефоне. Смотри, смотри, какие у меня танки. Честно, не особо понимаю цель этого приложения. А если нет Android? Левый. Ребят, ну в Dota будем играть как-нибудь потом. После стрима. И скорее всего, может быть даже не сегодня. Хотя сегодня в час ночи, наверное, в Dota будем играть. Потому что там придет сет на Мирану. Такой красивый-красивый, если вы видели. Новый, уникальный сет на Мирану. Или как он там называется? Мифический сет на Мирану. Шикарный, с совой там вся фигня. Поехали, восьмой уровень. Потом про Dota. Уровень. У нас сейчас танки. Недавно на сайте писали тысячу, миллион пользователей. Значит, кто-то пользуется. Ну, если кто-то пользуется, не значит, что я должен пользоваться. Сервер один. Еще некоторые не знают, на каком он сервере. На стриме написано. Ребята, посмотрите, где кнопочка не готов. От кнопочка не готов написан ваш сервер. Один. Вопрос для Ани. Почему многие девушки из тех, у которых есть парень, ненавидят танки? Ну, не знаю. Потому что наболело это уже. Парень постоянно играет в танки. А не проводит это время с тобой. Гребаный задрот, да? Ну, блин. А если девушка сама играет в танки, вот она не проводит время с парнем. Ну, не знаю. Значит, она просто. Что тебе нравится больше, дота или дота? Отличный вопрос. Гениально построенный. Почему во взводе могут играть только три человека? Потому что слишком сильное влияние на рандом оказывают игроки во взводе. Меня жена сама катала раньше. В доту или в танки? Ну, я не знаю, прям на танке там не так уж и много времени не надо. Если все полму делать. Ну, в танке можно, на самом деле, вас же никто не заставляет что-то супер прокачивать и результатов бешеных достигается. Вот долго сидят люди, которые действительно, для которых, для которых, для которых, для которых, я знаю, в танках намного интереснее времяпрепровождение. Это, в принципе, одно и то же. Написали. Анна, ты изреда, ты меня разочаровала. Чаровал. Ну, если ты его разочаровала, то не страшно. Ну, чё, да. Разочаровать школьника, я не думаю, что это самое плохое, что может быть. Странно, что их с такой стопойникикнули. Объясните, почему человек потратил свои деньги и времени может продать свой аккаунт? Потому что ты не имеешь права продавать то, что ты сделал. Деньги и время. Кто тебе сказал, что ты потратил деньги и время? А то, что ты потратил деньги, это понятно. Время, это понятно. Но с какой радости ты можешь продавать аккаунт? Аккаунт не твоя собственность. Это собственность ВГ. Ого, почитай договор. Энеки, что ты сможешь сказать о продаже Т-59 на 23 февраля? Ничего, его не будет. Что-то... Ну, дудудун. Анна, так вы из города Пятигорск? Ну, и из него тоже. А кто-то в гости хочет приехать? наверняка я думаю не один человек хочет приводить чем не знаю встретиться с тобой а вдруг ты ему понравишься внешне или на породу будет твой парень на 23 февраля которому ты не скажешь что дарить ммм тогда я подарю носки носки подаришь это классный подарок и певку ладно как отмечала свою победу на из холодов танкс очень интересный вопрос редко задают да никак я не отмечала да ладно буханул в смысле сумму нелегко помощь ну нет только мог попить и без победы скажи как ты как ну не такой прям продавцы ли радовались там молодой человеку не зимов там подогнал в аэропорту встречались и мы знаешь там городом прям вот это знаешь если когда не у него это же наша победительница то есть у меня это было как бы в местных группах соц сетях как бы выложили поздравления не все голду мне дарили на он добрые люди с тобой не фоткались там не подходили там он я знаю можно можно сфоткаться с вами тебе было бы приятно если кто-то ломился так толпой и хотел бы с тобой сфоткаться у меня не страшно было почему страшно я не думаешь какие-нибудь да да ну ты брать сейчас нет все люди добрые кислотой брызгают ой ну хватит там зачем ну не знаю боюсь я боишься таких поклонников насмотрелась экстрасмента ну а вдруг а вдруг этот себе подарят бентли или что-то там бюгать бюгать представляете часы от 50 баксов классный подарок говорят представляешь какой ты хочешь подарок на 23 февраля я я никакой не хочу от world of tanks подарок честно тот подарок который я хочу они мне не смогут подарить господи как люди спамят вопрос и нахи как ты и вообще ред коменте отмечали победного цигарит коменте бухали конкретно я скромненько бокальчик бокальчик шампанское нет разбанивать мы никого не будем если забанили значит забанили 55 миллионов бугатти город стоит но это же скромные деньги для любого школьника который хочет чтобы они его не разочаровывала собственно может приобрести инакий у тебя есть семья дети то конечно по моему бегают маленькие по волгограмм вдоль берега волги просто я них правда не знаю но наверняка по любому бегают а кто их родил это я тоже не могу сказать потому что как бы я машину из автосалона забираю 24 февраля вот это подарок поздравляю тебя если забираешь хорошую машину когда не приору нет узнаешь как бы приора тоже машины я тебе так скажу это вот это понты все остальное на самом деле приору можно взять и машины можно и нет можно нет причем тут можно взять новую эту самую как гранту с автоматом прекрасно есть каждый день если мы берем во взвод то если они остаются жива мы даем голду написали приор это не до машина ну ребят если у вас на марка туда профессия мне менеджер работаю я тоже в сфере управления руководство можно так сказать если усилить реально ли усилить нижний бронелист на т34 нет нереально потому что у него непробиваемая башни должны быть слабые места я из волгограда юнаки приора ну слава богу нет да хотя почему слава богу машина как машина калина лучше ну вот видите у каждого свои вкусы ты просто смотрю сидят такие владельцы bugatti в чате такие все прям приора гавина нормальные пацаны низкий таз радует глаз что вы такое говорить что ты думаешь насчет добавления исторических боев сначала пусть их добавят я не против надо посмотреть что будет режим и тоже хотел чтобы ввели в игру в итоге сделали сделали плохо выходим ну давай хорошо давай так поедем на те почему октановый бензин пропал не знаю ну да все про приора писали владельцы bugatti стопудов слава сталинграду вот про сталинград я бы не говорил друзья все таки имя вождя это все таки не то как тоже называться город я уже про это говорил так что не надо лучше пусть называется царицын вот если бы царицын из волгограда переименовали было бы офигенно просто на кидах порнеград какая-то такое название царицын вот офигенное название пареньки читала история города вообще что же там не в тему ну а как ты не знаешь и ты не можешь объяснить свою позицию и гришь там не в тему мне не нравится как звучит если тебе не нравится как звучит это не повод к тому чтобы говорить что это неправильно волгоград красиво звучит нет волгоград не звучит красиво волгоград город на волге городов на волге я просто не буду говорить ругательные слова но короче немеряно ничего красивого куча городов со словом град в америке сити что там красиво да град 100 старое слово но какой-то красоты она потеряла ужасный танк да нет таких руки самый худший танк ваш вот это более-менее красивое название относящиеся к истории от на имеющие какое-то отношение ну давай уже офигеть попал они напиши ему чтобы брал танчик на пт я редко езжу и мало вот только в стриме давайте наши ты когда народ попросил путин все решит не спорьте ну да поэтому как бы будет сталинград ну будет хреново на чушь делать че мелочица путинград да в америке сити эта история названия не глупи в америке сити это мелкие городишки называют сити так что история названия никакого отношения не имеет там на самом все переименовали потом уже вот парк царицына есть москве для парка нормальная так 6 ловил да давайте на классе прикачусь так ну опять же много всего есть и улице волгоградская есть почти во всех городах нашей родины но это же ничего не значит 6 до у нас 6 уровень да не ребят на это это в этом нет смысла еще раз говорю сталинград это название которое это слово которое ассоциируется с вождем это неоднозначные ассоциации что у людей которые жили в это время что у тех людей которые живут в нынешнее время и с тех кто заруби ну то есть у иностранцев да поэтому да сити большие города да тут я ошибся да там маленькие города но в любом случае сити это сити это всегда это всегда city town city это приставка города так же как град у нас слово то есть соответственно в слове град нет ничего такого и половина городов у нас в россии называется словом крат зачем непонятно название сталинград немцы помнят помнят и сейчас да это понятно кому оно нужно если бы сталин был каким-то таким однозначным вождем то было бы да ну а не реально ли с тобой покататься во взводе не стрима не стрима реальность или ты со зрителями во взводе редко четвертка для меня просто так она подъезжает на них времени какой надо задать вопрос чтобы ты отвечал на него минут пять я не буду на длинные вопросы отвечать я думаю что мы уже даже вот просто лиград долго ты гайды каких игроков смотришь зачем мне гайда каких-то игроков есть я сам себе сам себе папа как говорится играю поговорим про метеориты в челябинске ой нет не надо уже задрали просто метеоритами как сегодня сегодня неплохую шутку прочитал жители метеорита с ужасом наблюдали приближение челябинска было дело а ты кстати купил тебе кусок метеорита на ebay чушь полная нафиг не нужно щас только упадет на землю что да и зачем она возможно ли с тобой покататься на автобусе автобус да конечно не у нас нет автобус так есть или нет конечно не траваев нет автобусов нет тогда смотри можно ли с тобой прогуляться пешком реального человека чтобы встретиться в реальность и только согласилась как продал и обратно ну подожди ну а как как сделать так чтобы с тобой связаться и прогуляться пешком по городу телефончик есть то что есть телефончик самсунг мы знаем а как как с тобой связаться если человек не знает твоего телефончик у меня айфон это пофиг какой у тебя телефон я имею ввиду что как с тобой связаться ну как они знают модель моего телефона никак друзья нельзя нельзя погулять саня потому что она мне нужно рассказать в эфире нет зачем просто расскажи что нужно сделать чтобы ты прогулялась с поклонником по парку например или там вообще просто где посмотреть фотографии здесь фотографии хотя можно будет в кино сходить до 6 а для этого молодой человек который которому она не будет говорить что подарит не хочет водить в кино если он слушает стрим друзья молодой человек задумайся подумай о том что лучше бы ты сходил с анной в кино потому что видишь как быстро у нас аня ты классная ты классная школа вся с тобой они не дать я хоть какая школа не знаю в какой школе ты учишься доктор 1999 надо заявить в милицию они найдут аня ты гордая девушка и вопрос нет нет я скорее тряпка номер телефона номер телефона ты не хочешь говорить в эфире на качестве тряпка в эфире это нормально начнет по 500 звонков почему боится звонков ты скажи вот конкретно человек хочет с тобой сходить в кино не дебил обычный человек просто обычный дядя 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 и ваня например я не знаю и полет сергеевич вырежда пригласить разговаривать да он не хочет тебе по сотовому звонить нафиг ему твой сотовый с тобой в кино сходить хочет а где подожди где это суждено то есть как это то есть лучше чтоб свела судьба не современные средства связи ну так нет от не планируется сокращать я скажу вам ребята больше арты планируется увеличивать то есть когда будет переведена арта на десятый уровень снимут ограничения в 5 арт так что молитесь дядя ашот например да хочет например дядя ашот встретиться почему тебя отказываешь хороший молодой человек а счет вас генович мартира сян что инаки что значит если а счет вас генович хочет встретиться нельзя что ли сказать что такое гонки что ты говоришь ваще там непонятно какие-то слова не русские они смотри меньше битвы экстрасенсов мой совет пришел а нет и няша почему она не отвечает в к и потому что наверное она параллельно играет в том числе у меня месяца 8 8 тысяч там с чем то сообщение 8 тысяч сообщений по каких-то да каких-то чуть-чуть 8 тысяч сообщений она вам ответит друзья я уже несколько месяцев не могу перечитать она читает она она не догоняет вопрос она не догоняет вопрос вопрос надо догонять да то есть должна такая прям все я догоняю поехали дальше так дик 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 продаю адрес они за голду сосед пишет твой дешевка дешевка я твой песика ладно не буду говорить что ты уже с ним что-то сделала аня 5 б приглашает тебя на дискотеку я приду открытую школу диска ты давно была на дискотеке ты ходила вот школе на а ты маленькая я ходила ходила дискотеке ты танцевала ты меня разочаровываешь как так а с мальчиками своего класса лишь под группу скутер что у вас уже не звали а я не под руки били девчонок что же извращена какие по москве мать и слава богу что у меня на школьных дискотеках не было темати даже вот пусть скутер пусть доктор албан пусть я не знаю там что у нас еще было там парадокс или как там эта группа называлась не помню пусть там и тебе да там но лучше это чем тимати когда будет танк т90 завтра вводят танк т90 он непосредственно будет введен в игру специально для тебя стоить он будет один серебра и просто все сразу будет топовый будет 28 уровня и ты будешь и там будет кнопка такая посредине экрана вот как ты выходишь в бой она загораться будет вот так вот на весь экран и будет убить всех просто и ты будешь именно это делать modern talking не modern talking уже нет уже не было когда мы плясали на дискотеке дискотеке что ты старый лол ну да я не старый я взрослый это разные вещи а ты еще нет поэтому по поводу использования серверного прицела вот для меня он не удобен вы если для вас он удобен то вы можете им пользоваться полезная штука карман конечно помню карман я даже помню стоять я даже я даже не просто помню я не должна собрать что смотрела ты плясала под карман нет ты что слушайте надо вк добавить карман точно это же поехали в бой друзья у нас крайний бой будет ну 2 отчет 1 не подождите это дебильная версия какая-то вот оригинальчик а как вы относитесь к классике нормально музыка это все для настроения то что доставляет вам настроение то и стоит слушать тут 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 урок это что поел карман зайди просто на стрим включи звук туру на них я не хочу я даже знаю что-то пусклявые мальчики кто сейчас не танцует просто встали и вышли из зала и на какие тебе нравится 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 ли мне они конечно красивая умная добрая девушка как симпатичные девушки еще умные при этом еще и добрые могут не нравится парням я ставлю пустяне там бы не добрая как для меня тут 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 ул тут 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 иначе сколько тебе лет да считается если вы пританцовывать 28 если вы пританцовываете просто частями тела как я это делаю сейчас вот этого достаточно кто не танцует от филипп киркоров вы сами встречались нет никогда не встречались и не встретить почему потому что мы в разных городах живем тебе что два этажа сложно подняться я не пойму там крыша Это Сан-Франциск, Аня. Аня, а сколько тебе лет? Аня вечно молода. Не, мне 20. Не задавайте глупых вопросов. 20? У тебя же было 18. Я свой возраст не скрываю, мне на самом деле 20. Нифига ты, старуха. Что вы говорили? Не, ну нифига себе, 20. Это че это? Я думал, тебе 18, меня обманули. Да нет, я прикалываю. Все, распускаем стрим. Как мне поиграть с вами? Никак. Если бы вы еще видели, как под это... Это я обращаюсь к школьникам. Если бы вы видели, то, как под это отплясывал Титамир вместе с этим самым... Как его в мобиле, как его в мобиле, я забыл. Да как бы Тимати... Да нет. Это Титамир и Тим. Не станет прежней. Ну так это же хорошо. Если бы она сейчас осталась, и ты тащился бы до сих пор от музыки Кармена, и ее бы крутили и так далее, то поверь мне, она бы тебе была уже неинтересна, эта музыка. Вот крайний бой, что что-то такое? Лемах, 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 да, лемах. Крайний бой и слив, почему слив? Смотрим, мы сейчас убивать его. Ты что, какой слив? Просто в филейную часть танка. Лемах, лемах, говорят! Это мой был. Лемах! И это Сан-Франциско! Я не буду говорить, как переделывали эту песню, слова этой песни у нас в школе, но не стоит, я думаю. Там немножко ругатель. Не скажи. Не-не-не-не. Ох, на 938 мне из уха втащило. Откуда? Пипец! Не взяли ли она мне? Не, спереди откуда-то. Просто на 938. Нака тебе в лицо. И, наверное, что ты сейчас слушаешь? Аллу Пугачеву? Конечно, Аллу Пугачеву. Devil Moon 2001... 20 тысяч... 20... 111 просто. Почему не видно, как они играют, если ей все посвящено? Потому что они играть не имеют в этот факт. Не хочет позориться. Нет, не видно, чтобы они не палили по экрану. Эйфель 65, Амблю, Дабуди, Дабуда. Да нет, это уже тоже не та песня, это 2000-е. Я уже заканчивал школу в этих годах, это... Тогда уже слушал другую музыку, другой взгляд уже на жизнь был. А я имею в виду класс 7-й, 8-й там, вот такие горячие деньки, вся фигня. Ребята, по доте все вопросы в час ночи. Будет стрим по доте ближе к часу ночи или к 12-й, поэтому забейте на доту сейчас. Будут ли сокращать арту до 3 штук боев? Нет. Я с центрального района учился в центральном районе, собственно. Как вы относитесь к британской ПТ-10 уровне, которая дамажит по 1900? Отлично, шикарная сбалансированная машина, на ней очень тяжело нагибать. Взвод из трех этих ПТ-шек никогда не будет разносить остальные 15 днищ в пух и прах. То есть, скорее всего, так и будет. Наки, как ты насчет рота? Я не играю в ротах, только со знакомыми. Да, я с игроком хочу спасибо сказать, что меня так закрывает, конечно. И ко мне один на кафе. Смотри, он принял вот этот вот финальный снаряд, сзади, который принадлежал тебе просто, Аня. Ты знаешь, он видимо, он доблестный мужчина. Это мой патч ринка. Нет, Анют, только по правилам. А, да ладно. Ну, это просто, чтобы Алеша не писали. А я тоже, а я тоже. Потому что потом мне приходится разбираться с Wargaming'ом, мне он уже понаписали кучу всего. А я защищал, а мне не дали. А вы обещали. Нэнси в студию. Не Винни. Нет, все. Только вот одна песня мне захотелось ее поставить. Она подперла мне под настроение. Все остальное ностальгируйте уже дальше. Я думаю, что в интернете сейчас можно найти кучу такой музыки. Блин, инаки, руки вверх. Да, руки вверх слушали. А еще была группа демо, солнышко. Тоже доставляла. Ну, не меня доставляла. Я тогда уже слушал немножко другую музыку. Но доставляла нормально, в принципе. Я в седьмой шкуре учился. У меня мастер на все руки заменяет контуженного танкиста, но при этом командир выполняет свои обязанности. Да, выполняет свои обязанности и заменяет еще танкиста. Лондон Гудбай тоже норм. Да у них там килограмм песен норм, я не знаю. Штук, наверное, больше десятка песен у Кармен точно классные. За прошлый стрим когда голда будет? Да мы сами об этом не знаем пока. Там еще за два стрима голды не было. Поэтому пока не знаю, честно. Ну, задержки идут, выплаты по голде. Вроде сейчас уже приехала девушка, отвечающая за непосредственно стримы в ВГ. Поэтому я думаю, что сейчас в течение, думаю, пары дней все начислят. Плазма Take My Love. Я говорю, я уже не слушал. Да, Плазма Take My Love. Все понятно, это 2000-2002 год. А я тогда уже слушал немножко другую музыку. А представьтесь, 96-й, 97-й, 98-й год. Вот это вот, да. Диджей Тиеста. Да, Диджей Тиеста тогда еще не родился. О чем ты говоришь? Какую музыку слушаешь? Можешь ВК посмотреть, какую я музыку слушаю? Инаки, нижнее подчеркивание, ТВ. Аня, а какую музыку любишь ты? Классическую. Анна, не работает правило. Ну что, всем пока. Ну, я не прощаюсь с вами. Прощалась Анюта. Так что давайте чуть-чуть... Пока! Пишите ВКонтакте мне. Да, кстати, попрошу вас подписаться на канал, если не сложно. Вы смотрите, если на Твиче или на другом источнике, то вот здесь у нас есть такая штучка прикольная. Можно вот здесь откликнуть следовать, сирененькая кнопочка. Если не сложно, подпишитесь на канал, сделайте нам приятное. И, собственно, будете всегда знать, когда начинается стрим. Вот. Всем спасибо! Продолжение следует...